Саш, ну вот давно мы с тобой не затрагивали тему здоровья, а я предлагаю к ней перейти прямо сейчас, потому что у нас в студии уже находится гостья. Да, абсолютно верно. Профилактика – залог здоровья. Я думаю, что с этим сложно поспорить. И в гостях у нас человек, который знает об этом всё. Ольга Владимировна Растригина, временно исполняющая обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования. А затронем мы такую важную тему, как диспансеризация. Доброе утро, Ольга Владимировна. Доброе утро. Но вот хотелось бы отметить, что абсолютно все, наверное, россияне, они слышали это слово, они знают, и они, в принципе, понимают, о чем речь. Но, мне кажется, не до конца. То есть они не понимают, какие виды исследований подразумевает диспансеризация. Давайте им разъясним. Что такое диспансеризация? С 2013 года была объявлена масштабная диспансеризация жителей Российской Федерации. Мы к этой программе присоединились в 2015 году и начали её активно проходить. То есть нововведения, которые произошли в 2019 году, позволяют расширить исследования, проведённые по диспансеризации. Что входит в диспансеризацию? Вообще, что это такое? Я отвечу на этот вопрос. Что это такое? Это пациент, который следит за своим здоровьем, приходит в медицинскую организацию, по месту прикрепления есть специально выделенные кабинеты профилактических медицинских осмотров. В некоторых медицинских организациях, это тот доктор Участковый, который наблюдает за состоянием здоровья пациента, проходит лабораторные инструментальные скрининги и консультацию узких специалистов. Результатом диспансеризации становится определение группы здоровья. У нас порядка 35% населения в Республике Крым имеют диагноз здоров. Порядка 21% выявлены неспецифические инфекционные заболевания, которые подлежат диспансерному наблюдению. Порядка 46% это граждане с хроническими заболеваниями. То есть это говорит о том, что необходимо проходить диспансеризацию и знать состояние своего здоровья. То есть больных у нас больше, чем здоровых, получается? Потому что вы сказали 35% здоровых. Это кому установлен диагноз. То есть не каждый пациент знает о состоянии своего здоровья по состоянию на сегодняшний день. А сколько процентов крымчан прошли диспансеризацию? На сегодняшний день у нас подлежит прохождению диспансеризации в 2019 году порядка 300 тысяч человек. По состоянию на 7 месяцев 2019 года уже 99 тысяч граждан прошли диспансеризацию. Это много или мало? Это 34% от подлежащих. На сегодняшний день это недостаточный объем. Мы должны были выйти на показатели уже 60%. Недостаточно объем, поэтому, наверное, сегодня в прямом эфире я буду призывать наше население все-таки следить за своим здоровьем. В первую очередь это нужно для самих нас, для наших близких, для того, чтобы мы понимали свое состояние здоровья, которое позволяет своевременно выявлять такие сложные заболевания, которые влияют на продолжительность жизни, на качество нашей жизни. То есть, я так понимаю, онкологию, например, да, вот среди них? Давайте я расскажу результаты, которые мы получили в 2019 году. У нас порядка 2700 граждан впервые выявлены из 99, да, то есть это достаточно большой процент, больше 30% заболевания сердечно-сосудистой системы, которые острые, которые подлежат диспансерному наблюдению в медицинских организациях. Порядка 2000 пациентов были выявлены впервые, я говорю цифры не хронические, а те, которые впервые. Это заболевания эндокринной системы, из них 120 человек, это впервые установлен диагноз сахарный диабет. Около 100 человек были выявлены онкологические заболевания. Все пациенты поставлены на диспансерный учет, и у нас на сегодняшний день, наверное, вы слышали, в 29 июня объявлена всероссийская диспансеризация 2019-2020 года. Это распоряжение подписано Дмитрием Анатольевичем Медведевым, поэтому на сегодняшний день это очень актуальный вопрос. И нововведения, которые коснулись 2019 года, это дополнительно проводится исследование пациентов именно на раннее выявление онкологических заболеваний. Это так называемый онкоскрининг, когда при посещении медицинской организации у нас пациент проходит дополнительное обследование именно на выявление вот такого сложного заболевания, как онкология. У нас осталось буквально 30 секунд. Я прошу вас еще раз в наши яркие и блестящие камеры обратиться к крымчанам, призвать их быть внимательными к себе, к своему здоровью. Разъяснить, почему это важно. Уважаемые жители Крыма, обращаюсь к вам, посетите ваши медицинские организации, следите за своим здоровьем и будьте здоровы. Большое вам спасибо. Напоминаем, в гостях нашей студии сегодня Ольга Владимировна Растригина, временно исполняющая обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым. Продолжение следует...